Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Все уже отметили день географа? Разумеется, все. Я тоже немного географ. У меня дома на стене висит карта. И я не прочь перед сном глазами попутешествовать с материка на материк, изучить столицы разных стран и даже изучить россыпь японских островов. Ну, виртуально, конечно. Гораздо интереснее путешествовать реально на машине или самолете. А для этого стоит хорошо знать не только географию, а еще и языки разных стран. Само собой. А какая у вас, друзья, отметка по географии? Понятно. Повесьте дома карту. Это самый быстрый путь к пятерке. И изучайте языки. Смотрим анонс. В сегодняшнем анонсе много этих... как там в русском называется? Много однородных дополнений. Точно. Первый перечень звучит так. Вода, масло и другое. О, сразу вспомнился опыт. Если смешать воду с маслом, то они разделятся. А знаешь почему? Знаю, но не скажу. Потому что эти вещества разные плотности. Масло легче воды. И поэтому окажутся сверху. А что в анонсе означает другие? Что-то еще. И скорее всего не смешиваемое. Ртуть. Ее ни с чем не смешаешь. Ни блендером, ни миксером. И не надо. Испарение ртути опасно для здоровья человека. Будьте осторожнее. Пользуйтесь термометром без ртути. Смотрим сюжет. Каждая картина не похожа на другую. И дело тут не только в манере письма художника, но и в красках. У каждой свой характер. Предлагаю познакомиться. Акварель мы знаем с детства. Аква значит вода. Рисуя, эти краски нужно разводить водой. А в финале ваш шедевр будет выглядеть нежно и полупрозрачно. Ее основа – красящий пигмент. А еще разные виды растительного клея. Существуют и виды акварели. Начинающим советуем медовую. Она безопасна даже для маленьких детей, потому что состоит из экологических материалов. Красящего пигмента, натуральных смол, растительного клея, воска и, конечно, меда. Неожиданно, конечно, но приятно. Однако на вкус краски пробовать не стоит. Профессионалам больше подойдет акварель в тубах или кюветах. Чем больше оттенков, тем больше возможностей. Смешивая цвета, можно создавать сложные цветовые композиции и даже проводить эксперименты. Серо-буро-малиновый цвет. Почему бы и нет? И не забудьте уделить внимание бумаге. Обычный альбомный лист лучше заменить специальным для акварели. На нем лучше откроются все оттенки палитры. Ведь бумага такого типа хорошо впитывает воду. И рисунки получаются намного аккуратнее. Гуашь. Многие относятся к ней снисходительным. Ее считают подходящей для плакатов и детского творчества. Но перед вами совсем не детские работы. Их авторы Пикассо, Матис, Миро, Рубенс и другие художники. Гуашь универсальна. Ею рисуют на бумаге, древесине, ткани, стекле. Она быстро высыхает. А если нужно подправить нюансы, сделать это можно даже спустя некоторое время, поверх готового рисунка. Именно поэтому рисование гуашью – любимое занятие детей, начинающих художников и даже профессионалов. Получаются матовые, плотные, чуть бархатистые картины. Секрет такой фактуры – белила, сделанные из мела, водноклеевая основа и пигменты, входящие в состав. Но гуашь бывает разная – плакатная, художественная и акриловая. Для детей и начинающих лучше всего подойдет художественная. А это масляные краски. Почему их так назвали? Потому что масло – тут важнейшая часть состава. Чем оно качественнее, тем лучше готовый продукт. Делают такие краски из льняного, сафлорового, орехового, подсолнечного и макового масел. Плюсов у масляных красок не счесть. За счет толщины и плотности мазков можно создавать объемные рисунки. Цвета не выгорают, а высохнув, верхний слой образует устойчивую к воде пленку. Так что картины, написанные маслом, хранятся веками, и ими украшены дворцы королей. Но сохнет такой шедевр довольно долго. За 5-7 дней образуется пленка, и только через год полотно можно считать готовым. Но это пустяки по сравнению с вечностью. Акрил для живописи используют недавно. Рисуют им на всем. Бумаги, дереве, керамики, тканевой основе, стекле и даже металле. Подойдет любая нежирная поверхность. Высыхает акрил быстро. Цвета у него яркие и сочные. Не тускнеют, не выгорают. И водой их тоже не смыть. Бывает акрил густым, жидким, глянцевым, матовым, блестящим и даже перламутровым. Потому и рисунки друг на друга не похожи. Темпера. Ее название произошло от латинского темперари, что значит смешивать. Это самая древняя краска на свете. Именно она сохранила для потомков шедевры живописцев эпохи Возрождения. В чем же секрет этого материала? Старину ее получали, смешивая соки растений, деревьев, молоко и желток. Теперь в дело идут пигмент, клей, вода и масло. Но высыхает темпера гораздо быстрее масла. Долго сохраняет первоначальные цвета. После полного высыхания не смывается водой. С ней можно работать в самых разных видах живописи. Самая популярная – темпера ПВА. К основному составу тут добавлена эмульсия ПВА. Всем знакомый клей. Идеальная краска для новичков. Ложится на любую основу. Позволяет легко переписывать одно и то же место. К тому же с ней можно использовать разные техники и приемы. А ведь это в живописи самое интересное. Охота сразу в мастерскую писать картины. А почему так говорят – писать? Их же рисуют. Ну, не совсем так. Художники занимаются живописью. А в этом слове, как вы заметили, спрятался корень слова «письмо». Так что красками картины пишут. А если в руках? Ну, карандаш, тушь или, допустим… Как это? Уголь. Уголь. Уголь – то имя картины рисуют. Интересно. А что у нас дальше? А второй анонс – черти маршруты. На чем? На карте, конечно. А кто ими часто пользуется? Туристы. Когда ребята едут в поход, то берут с собой топографические карты с маршрутом. А что означают топографические? Ну, то есть с окузанием всех особенностей местности. Например, дорог, холмов, речек и даже деревьев. С такой картой точно не заблудишься. Ну, если разбираешься. Но с навигатором-то удобнее. А если батарея сядет? Тогда… тогда и карта пригодится. Я просто обожаю путешествия. Уверены, вы тоже. Значит, самое время, пусть и виртуально, отправиться в далекие и неизведанные уголки мира. Окунуться в океан захватывающих приключений. Ну что, готовы? Поехали! Первый в списке фильм – «Невероятная жизнь Уолтера Митти». И чем же она так невероятна, спросите вы? Поначалу ничем. Главный герой – робкий сотрудник редакции журнала о путешествиях. Но его жизнь скучна и неинтересна. И за дня в день одно и то же. Рутина. Биографию вашу надо чуток украсить, заполнить пустые места. Давайте быстренько. Где были, что видели, погнали. Эм, ну, значит, был где? Эм, в Фениксе? В командировке. Еще в Нэшвилле, но я там только в аэропорту сидел, не считается, наверное. Угу. И только о своих мечтах. Уолтер – бесстрашный супергерой и отчаянный путешественник. Но однажды его жизнь кардинально поменяется. Ну, что там, Эрнандо? Все вертоном перевернуло. Нету 25-го. И в почтовом отделе искали. Не могли мы потеряться. Ерунда. Нет тут фотки. Может, он вообще ее не присылал? Может, у него она? Уолтер. Уолтер. Что это за таинственный снимок и на что решится главный герой, чтобы его найти? Узнаете, посмотрев этот фильм. А с героями следующего фильма мы отправимся в грандиозное путешествие. Вокруг света за 80 дней. Не верите? А зря. Кстати, фильм снят по одноименной книге французского писателя. Жюля Верна. Если не читали, прочтите. А заодно сравните книжную версию с экранизацией. Ученый-изобретатель Филиас Фок, главный герой фильма, превратил свой дом в грандиозную лабораторию. Здесь он пытается совершить прорыв в науке и создать нечто полезное для человека. Ваш взгляд устремлен на то, что когда-нибудь станет венцом моих творений. Гигантский мотылек? Летательный аппарат. И он летает? Да. Нет. Но полетит. Когда-нибудь. Люди смогут совершать на нем полеты. Быть может, перелеты через океан. Конечно, не все у него получается. А в Королевской Академии Наук Фок и вовсе стал объектом насмешек. И чтобы доказать обратное, ученый решился на кругосветное путешествие за 80 дней. Признайтесь, это невозможно сделать. Возможно? Я смог бы. Предлагаю пари. А что из этого вышло? И при чем здесь Джеки Чан и ограбление английского банка? Все ответы в фильме. И еще одна экранизация по книге Жуля Верна. «Путешествие к центру земли». Его любимая книга. Жуль Верн. «Путешествие к центру земли». Кажется, нам в школе задавали ее читать. Я ее не осилил. Очень плохо. Классная книга. Для Макса она была не просто научной фантастикой, а... вдохновением. Эта книга, а точнее заметки в ней, станут отправной точкой фантастического путешествия. Как вы уже догадались, к центру земли. А чтобы туда добраться, к главным героям фильма, профессору-вулканологу Андерсону и его племяннику Шону, придется разгадать немало тайм. Десять лет назад отец Шона, Макс, пропал без вести в подобной экспедиции. Твой отец и я обсуждали существование вулканического тоннеля, который может проходить насквозь через мантию к центру земли. Я думаю, именно этот тоннель он искал. И теперь, без помощи опытного проводника, им не обойтись. Ханна, дочь исландского ученого, который всю свою жизнь посвятил поиску того самого центра земли. Все трое они отправятся к старому потухшему вулкану. А достигнут ли они своей цели? Узнайте из фильма. Да, до конца лета виртуально с помощью кино можно объездить всю планету. Ведь фильмов о странах мира очень много. А я против. А то ребята прилипнут к телевизору до конца каникул и с дому не вытащишь. Ну, согласна. В конце концов и в местах, где мы живем, тоже есть что изучить. В точку. Надеюсь, последний анонс не будет ничего изучать. Ну, кошки, ретро и мечты. Кошки – это прекрасно. Пока их не заведешь. Ретро – это мода времен юности наших бабушек. А что такое мечты, все и так знают. Прекрасный анонс о ком-то, кто любит кошек. И ретро. И любит помечтать. О бабушках. Как первый луч, как тихий звук, как первая гроза. Ты словно в небесах заря. Ты полная луна. Я помню лишь твои глаза. А дальше пустота. Она любит кошек. Состоит из нежности, красоты, легкости, открытости и даже наивности. Марина Демеченко, известная под псевдонимом «Полна любви», родилась в России. Ее сценическое имя в полной мере отражает ее творчество. Ее песни протяжные, спокойные. Они построены на символизме и метафорах. И не относятся к жанрам поп-рок-фолк-музыки. А находятся где-то между ними. Под ее песни можно и нужно мечтать. Путь Марины в музыке начался необычным образом. С фотографии. В 15 лет она познакомилась с удивительным фотографом. И заинтересовалась этим искусством. Под влиянием друзей Марина создала в Инстаграме аккаунт. Число подписчиков росло, и девушка пробовала прославиться с помощью музыки. За ее спиной к тому времени были уже музыкальная школа по классу фортепиано и скрипки, хор и вокал. Марина выложила в соцсети свои кавер-версии песен известных исполнителей. И не зря. На ее первый концерт, организованный друзьями в питерском кафе, пришло 80 человек. А на данный момент у певицы уже вышло 4 диска. Людям нравится не только талант девушки, но и ее ретро-образ. В одном из интервью певица рассказала, что она не умеет играть, поэтому на сцене и в жизни всегда одинаковая. Сценические луки носит и в обычной жизни. Если Марину поставят перед выбором, то она предпочтет мороженое торту, арт-хаус блокбастеру, стихи прозе. 20 век ей ближе 21-го. Она особенная. Это ее стиль, по которому ее узнают. Полна любви пишет и исполняет песни, которые похожи на нее. Послушаем. Свети на земле, словно рай, словно рай. Свети на земле, словно рай. Тот, кто терял, будет снова любить. За рассветом, близится вечная лето. Луч до зари, ты в душе береги. Свою птицу, не дай разбиться. Свети на земле, словно рай. Свети на земле, словно рай. Свети на земле, словно рай. Давненько мы мечтали о такой исполнительнице. Кто мы? Ну, женская половина ведущих передачи. Очень любим романтику. А мне все жанры нравятся. Уж не знаю, кто выбирает исполнителей, но каждый новый музыкант всегда неожиданный. Оригинальный. Что будет дальше, узнаем в понедельник. А программу ввели Оля и Дарина. Смотрите нас в эфире и на ютубе. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!